Ежедневно в интернет-магазине Толи Катцина совершаются десятки покупок. А ведь с момента его открытия еще не прошло и недели. После того, как новость о необычном мальчике-художнике из Красноярска попала на федеральные телеканалы, количество заказов выросло в разы. И заявки идут не только из Красноярска. Теперь родителям Толи, Дмитрию и Альбине приходится осваивать новые профессии курьера и администратора. Сегодня Катцины-старшие собирают очередную партию заказов. В пакетах кружки и магниты. Нужно посетить несколько адресов. Дмитрий Катцин, глава семейства, обычно работает на севере. Он вахтовик. Сейчас у него пересменок. Пока есть время, тружусь у сына водителем. Шутит сам Дмитрий. Сынули открыл интернет-магазин. Я работал у него курьером. Если буду себя хорошо вести, обещал повысить. Развезли немного, чуть больше двух десятков. В очереди стоит порядка полутора сотни заказов сейчас. Ну, это не только развозка по Красноярску, это идет, ну, практически вся Россия. То есть и Волгоград, и набережные Челны, и Москва. Москва много. Выросший спрос нужно удовлетворять. Первую партию кружек, магнитов и футболок уже раскупили. Дмитрий и Альбина вместе выбирают дизайн вещей, на которых будут печататься рисунки их сына. Но и сам маленький художник не остается в стороне. Толя помогает родителям и в оформлении заказов, и уже рисует новые картины, которые в скором времени смогут увидеть покупатели его магазина. Подсказывает, ну, читаю по листочку, что там нужен магнит жирафа. Он мне говорит, мама, бери, они там лежат, там тарелочка осень в той стопочке. Ну, так, участвует. Сумки новые появятся. Как бы рисуем мы в студии, дома нет такого технической возможности. Ну, там, что и мольберт нужен, и краски. И все-таки у него с педагогом получается лучше. Каждый день в интернет-магазин заходит более 4 тысяч человек. От наплыва посетителей сайт несколько раз, что называется, падал. Заказы делает каждый сотый гость электронного ресурса. На работы юного художника заходят посмотреть даже зарубежные пользователи всемирной паутины. Если смотреть географию, то это со всего мира. Десятки визитов из США, из Австралии, из Аргентины, из Чили, и даже из Анголы, что в Африке. С заказов сделано порядка, ну, уже на сумму больше 100 тысяч. Сейчас точно не могу говорить, потому что ситуация меняется буквально каждые 10 минут. И я думаю, что вот эта динамика, она, конечно, сохранится в ближайшее время, там, не знаю, неделю-две. И, конечно, мы хотим, чтобы это так и продолжалось, потому что то ли нужна помощь не маленькая, как бы, это порядка миллиона рублей на реабилитацию в Ялте. В планах расширить ассортимент магазина. Кроме кружек, сумок и магнитов в каталоге могут появиться подушки и пледы. Все средства, собранные с помощью этого проекта, пойдут на лечение Толи Кацена. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Севолод Никитин. Новости.